Добрый вечер уважаемые телезрители в эфире программа зона правды сегодня мы поговорим о нормах и правилах установки эксплуатации газового оборудования с наступлением отопительного сезона с наступлением холодов эта тема к сожалению с года в год не теряет свою актуальность и поговорить о безопасности для того чтобы уберечься от непредвиденных обстоятельств от всякого рода чрезвычайной ситуации нужно об этом как бы говорить знать и быть в курсе какие мероприятия нужно предпринимать в этом мне сегодня помогут гости нашей студии дебиров аташ магомедович начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы номер 8 по городу хасают хасаветовскому новолокскому козбековскому районам и асиат рабоданова рабоданова ахмедовна ведущий специалист по связям по сми управление по делам гражданской обороны города хасавет добрый вечер я благодарю вас за то что нашли время вот и хотелось бы в самом начале задать вопрос осветным вам какие у нас уже на текущий год данные по отравлению угарным газом если вообще такие случаи и в какие какие из этих причин возникновение таких случаев являются наиболее частыми ну с началом отопительного сезона точнее с октября месяца на территории города хасавет зарегистрировали более десяти случаев отравления угарным газом в которых пострадало более двадцати пяти человек разной степени тяжести на сегодняшний момент мы не имеем ни одного отравления с летальным исходом отопительный сезон еще не закончился возможно что такие случаи будет на наша задача чаще всего конечно же это отравление угарным газом в ванных комнатах так как там устанавливаются все-таки чаще всего ванны ванных комнатах так как это маленькое замкнутое пространство и там устанавливаются дополнительные газовые приборы до для нагрева воды без соответствующей вытяжки даже если вытяжка соответствует возможно она выходит из строя так как нет его сервисного обслуживания этого прибора пренебрежение всеми правилами и так далее она может выйти из строя и человек даже не замечает то что она перестала функционировать продолжать ее пользоваться так как ванная комната это маленькое закрытое помещение без дополнительной вентиляции концентрация там очень быстро повышается и при высокой концентрации угарного газа человек может потерять сознание и достичь второй степени отравления угарным газом буквально за 15 минут нахождение в этом помещении более уязвимое уязвимые для угарного газа это люди в основном это дети и пожилые люди имеющие там определенный ряд заболеваний там связано в сердечно-сосудистой системе ну ты как первостепенная группа рисками более подвержена но чаще всего у нас на территории города зарегистрированы именно подростки от 10 до 16 лет это с чем это может быть связано ну так как они заходят в ванную комнату включают воду долго там возятся чего-то делают там слушают музыку лазить в гаджетах и тем самым не замечают как они потихоньку начинают там уже отравляться появляются симптомы соответствующие и человек начинает терять сознание даже не понимая от чего это происходит вот хотелось бы еще озвучить такой момент у нас значит распоряжение издана распоряжение администрации города от 7 декабря вот о создании комиссии по контролю за установку эксплуатации газовых обогревательных приборов и обеспечения безопасности населения города вот здесь как бы поподробнее да вот для чего эта комиссия создана и чем эта комиссия занимается ну эта комиссия создана для того чтобы контролировать установку и эксплуатацию газовых отопительных приборов в нее входят соответствующие службы имеющие полные права участия в этих мероприятиях да на основе этой комиссии создана рабочая группа которая два раза в неделю выезжает на профилактические профилактические рейдовые мероприятия где происходит разъяснение беседы с населением возможно мы даже если хозяин допустим домовладения квартиры разрешает допуск внутрь мы обследуем его газовое хозяйство с нами есть специалисты которые газовая служба которая непосредственно занимается этим если комиссия такая да в составе разных специалистов вот приходите значит приходите выбираете допустим какой-то дом да вот уже значит постучавшись если человек пошел на контакт да мы уже заходим там специалист заходит если есть какие-то нарушения он сообщает домовладельцу что вот есть такие нарушения которые возможно приведут к отравлению угарным газом возможно там неправильная газификация помещения неправильное подключение газовой газовым сетям которые могут провести так же к взрывам бытового газа что тоже не менее опасно и травматично для нашего населения и тем самым вот мы разъясняем обеспечиваем безопасность нашего населения также у нас ведется в составе этой комиссии агитационная работа это выезды по учреждениям общеобразовательным дошкольным учреждениям также организациям мы проводим беседы инструктажи с населением да разъясняя какие меры предосторожности предпринимать чтобы не допускать отравлений также и утечек газа вот такого плана мероприятия мы проводим в составе этой комиссии Аташ Магадыч хотелось бы у вас спросить ваша деятельность в составе этой комиссии и вообще деятельность вашей организации какие работы проводятся ну и отопительный период и вообще в общем Саламу алейкум гражданин добрый вечер ну основная наша задача это профилактика в случае взрыва бытового газа и отравления уголовным газом мы через средства массовой информации статьи в газетах через эти все моменты мы доводим до населения от тех возможных случаев и какие есть способы производить данные случаи ну так же это у нас и проведение рейдов мероприятий совместно со всеми задержанными службами города газового служба управления гражданской обороны представители администрации всех тех кто может оказать помощь в разрешении данных данных случаев да так же хоть и добавить в случае таких происшествий как уже моим коллегам было сказано создается комиссия для установления причин происшествий таких то есть такая аналитическая работа да после таких происшествий мы создаем комиссию и непосредственно со всеми специалистами выезжаем на место чтобы установить непосредственно причину этого всего происшествия в больших случаях такая у нас анализ показал что больших случаев это халатно самих хозяевых домов своей жизни жизни своих близких семей и так далее к безопасности то есть одной из таких причин это вот газификация жилых домах газа водяными шлангами отсутствует хомутов там не заводские приборы газового хозяйства все эти моменты в итоге проводят таким случаем которые к сожалению у нас каждым годом увеличивается в этом году у нас температура тоже плюсовая держится и этот момент пока пока еще у нас мало и будем стараться чтобы в этом случае у нас не повторялись спасибо вот по тому анализу много лет уже специалистами в этой области у меня вот такой вопрос на какова у нас вообще тенденция население наше уже учиться как бы все-таки соблюдать свою безопасность заботиться о себе или же у нас вот как сейчас уже сказано все-таки из года в год последователь ну конечно немножко по летальным исходам у нас есть тенденция снижения но в случае отравления конечно они есть и они пока последние пять лет более на стабильном уровне держатся да то есть мы имеем определенное количество отравлений зависит от отопительный сезон что касаемо безопасности соблюдение этой безопасности самим населением да мы видим что население уже делает шаг в сторону того чтобы обеспечить собственную безопасность то есть это приобретение уже газовых котлов водонагревательных колонок соответствующих стандартам ГОСТом стараются находить специалистов которые будут устанавливать так как устанавливать обслуживать да и обслуживать непосредственно конечно так как уже сертифицированные котлы не каждый ни кабы кто может установить и конечно для этого нужны специалисты в этом плане да есть небольшие положительные моменты шаги маленькие но все-таки шаги в этом направлении проблемой конечно остается газификация особенно это касается поселков отдаленных от центра города которые новострой там уже ведется стройка новых жилых домов и конечно газификация на первых порах происходит там абы как так как человек спешит к зиме заехать в свой собственный дом и там думает вот до весны ладно вот зиму переживем часто имеется тенденция пренебрежения именно газификации если уже внутри там установлены там соответствующие котлы и колонки и так далее то внешне чуть-чуть пренебрегается этим всем экономия средства возможно либо их причина либо либо просто просто жадность как по-другому выразиться но экономить на собственной безопасности ни в коем случае нельзя есть такие замечательные приборы как датчики угарного газа датчики задымлений их наше население пока еще не охотно не воспринимает конечно да как необходимость но эти датчики они способны просигнализировать о том что в доме повысилась концентрация отравления ну отравляющих веществ то есть там есть как я понимаю есть порог концентрации который ведет к отравлению да с повышением там на сколько-то единиц повышается она начинает все громче громче сигнализировать то есть если человек находящийся на кухне чаще всего там газовые все приборы находятся на кухне он ее устанавливает туда в соответствии с инструкцией и вот допустим домохозяйка находясь дома она эксплуатирует эту газовую печь газовую колонку там не замечает терять сознание а допустим хозяин дома он находится в другой части дома и даже не замечает ну что его супруга возможно потеряла сознание услышав этот сигнал он же знает о чем это сообщает ну в любом случае что-то не так надо проверить нужно проверить может нужно открыть окошко там двери дополнительную вентиляцию обеспечить и так далее вот мы проводим с населением инструктажи мы сообщаем о том что необходимо обеспечить максимальную безопасность тем более сейчас есть очень много доступных для населения приборов сертифицированных которые могут предотвратить которые могут помочь предотвращению вот этих всех случаев потому что лечение допустим отравление угарным газом обойдется намного дороже чем этот сам датчик или установка такого уже заводского котла нужно задумываться об этом урон здоровья уже не будем говорить что произойдет если будет летальный случай тогда уже и ничто не понятно вот на одном из рейдов которые мы принимали участие для меня честно говоря было приятной неожиданностью то с какой охотой наверное вот шло население на контакт вот по сравнению с другими как бы годами когда люди с удовольствием и впускали специалистов чтобы они проверили вот проверили смотрели какую-то информацию вот как вы думаете с чем это может быть связано ну вот как раз таки то что я отметила что маленькие шажки в сторону своей личной безопасности мы наблюдаем да вот они охотно если видят специалиста газовой службы который может им подсказать что не так конечно они его с удовольствием приглашают в дом да да у меня установлена колонка да я слышал потому что эти случаи мы живем в небольшом городе с населением 148 тысяч такие случаи всегда на слуху возможно эти случаи происходили среди наших друзей знакомых близких и все конечно же они знают это все на слуху это все тем более более там 5 лет назад мы имели случай когда за год за отопительный сезон отравлялась более 100 человек имелись летальные случаи там более 20 человек ну то есть как бы серьезные показатели и тогда вот этот страх вот эта боязнь за свою безопасность возможно сподвигло людей уже в сторону обеспечения личной безопасности и они с удовольствием идут с нами на контакт потому что первая наша задача это расположить к себе жителей чтобы они понимали что мы за их безопасность первые слова когда человек открывает двери своего дома своей квартиры которую мы говорим это мы за вашу безопасность и конечно после таких слов людям уже становится более спокойно на душе когда они видят людей в форме они расположены к нам они готовы с нами идти на контакт продемонстрировать свое газовое хозяйство принять все необходимые замечания допустим вы активно ведете работу в социальной сети да? в социальной сети инстаграм вас достаточно активно и комментируют и спрашивают вот я хотел спросить вот с наступлением отопительного сезона бывают ли у вас обращения от самих людей я имею ввиду вот спрашивают ли они интересуются ли они там допустим а вот так можно а вот так нельзя сами проявлять какую-то инициативу есть у нас такие моменты есть у нас обращаются чаще всего в директ или звонят говорят вот я вот приобрел допустим колонку там вот вы не знаете в какую службу мне обратиться для того чтобы там мне приехали именно специалисты установили то есть они уже ставят акцент на том что все-таки специалисты должны устанавливать так как мы тоже на этом настаиваем что именно специалист должен осуществлять установку газовых приборов и точно так же когда мы проводим допустим какие-то профилактические мероприятия в общеобразовательных учреждениях либо в каких-то организациях работники этих организаций даже ученики спрашивают а вот у нас был такой случай а вот у нас имеется такая колонка как мне ее сейчас проверить вот я приду домой как мне ее проверить ученики у меня спрашивают чаще всего я им объясняю я довожу до их понимания что нужно предпринимать как нужно проверить кому обратиться и всегда так как через детей мы можем воздействовать на их родителей мы акцентируем внимание на детях мы говорим детям доведите доведите до своих родителей сами проверьте есть простые способы проверки вытяжка работает или нет если не работает сообщите об этом родителям настаивайте на том чтобы родители обратились в соответствующие службы чтобы занялись ремонтом и так далее и это дает свои определенные плоды дети как губки они это все впитывают они с этим пойдут по жизни я надеюсь что конечно они эти знания применят на практике возможно это кому-то и спасет жизнь вот в ходе рейдов значит распространяли памятки в которой содержалась определенная информация вот на что делается акцент в первую очередь вот в этих ваших памятках ну та же самая проблема это тоже эти же колонки это же несоответствие вытяжной системы да неправильная газификация то есть в этих памятках мы сами их разработали растиражировали мы акцентировали внимание на то что актуально для нашего города то есть проблемы которые имеются именно в нашем городе то есть нарушения которые чаще всего проявляются у нас и пока мы их распространяем в школах и в организациях также в процессе рейдовых мероприятий дальше мы планируем распространять их в маршрутных транспортных средствах так как человек едущий будет ознакомливаться возможно тоже кому-то это поможет будем на это надеяться вот другая сторона наверное вот этого рейда выявляет такой момент что чаще всего чаще всего среди нарушений многоквартирных домов встречается подключение к вытяжной системе вытяжки вентиляционной шахте по нему немножко разъяснили если можно сделать да это ошибочное мнение многих наших горожан проживающих многоквартирных домах что вентиляционная шахта это своеобразный дымоход но в домах где есть централизованное отопление дымохода быть не может нет там недостаточная сила тяги чтобы вытягивать такое количество угара чаще всего угар легче воздуха он по этой вентиляционной шахте поднимается на квартиры выше этажами поднявшись распространяется на другие квартиры да то есть он может спокойно проникнуть в квартиру которая находится этажом выше и отравить спящих там вообще ни при чем человек да такой случай у нас уже был в прошлом году мы приняли комиссионно выезжали по этому адресу мы приняли необходимые меры то есть одна квартира на втором этаже отравила две семьи на четвертом и пятом этажах то есть даже настолько как бы такая сила что два этажа да просто на третьем этаже в этот момент никого не было то есть может вытяжка на втором этаже отравить полностью всех кто выше находится кто связан на этой вентиляционной шахте с ними серьезно а вот в частном секторе в частном секторе как обстоят дела вообще в частном секторе конечно намного лучше уже обстановка потому что люди уже там устанавливают заводские котлы автономного отопления которые несут функцию и подогрева воды в том числе эти котлы устанавливаются чаще всего в каких-то посудных помещениях нежилых там имеется автоматизированная вытяжная система в комплекте с этим котлом что в принципе обеспечивает полную безопасность единственно тот же вопрос который я уже озвучивала то что остается пренебрежение газификации то есть шланги без всяких хомутов как отметил коллега уже без хомутов иногда просто проволока перетянутой были случаи когда мы находили там соединение просто ручкой и скотчем ну то есть самодельные соединения то есть из разряда очумелые ручки ну мы в принципе я думаю охватили все моменты которые значит должны были как бы в первую очередь быть в центре внимания в завершении нашего прямого эфира хотелось бы попросить вас по 30 секунд от обращения граждан по уже каждый по своей линии как бы вам слово спасибо у нас пожелание единственное есть всем гражданам Хасалюта и всем кто смотрит данную передачу ну сезон-то у нас уже начался да по крайней мере хотя бы сейчас проверить дополнительно свое газовое хозяйство на наличие утечек газа а также систему вентиляции угарного газа пожелания у вас есть если есть какие-то вопросы готовы сюда помочь выехать на место подсказать помочь в принципе это есть одно из самых наших главных направлений профилактика пожаров взрывов газов и отравления угарного газа спасибо со своей стороны я хочу обратиться к населению попросить не экономить на своей личной безопасности относиться к своей личной безопасности с полной ответственностью и и отнестись с пониманием к нашей работе если мы завтра придем к вашему порогу и будем указывать вам на ваши недостатки в установке эксплуатации газовых отопедильных приборов просим вас принять к сведению и постараться в кратчайшее время устранить их спасибо большое на сегодня это все мы встретимся с вами ровно через неделю в это же время до встречи до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...